Здарова, геймеры! Мне нужно принести извинения за то, насколько сильно я ошибался насчёт ремейка Dead Space. Я его не ждал, я не собирался в него играть сразу же, и даже есть нарезки со стримов, где я говорю, что абсолютно не вижу смысла в существовании этого ремейка, выглядящего как ремастер с новой графикой. Да ещё и в интернете начали появляться скриншоты с изменёнными плакатами, где у людей изменили цвет кожи, да и вообще, смотрите, в игре есть гендерные нейтральные туалеты. Ну то есть ремейк ещё и с повесточкой, опять эти либералы пролезли в мои игры. Но в основном я не понимал, зачем это нужно, ведь вот оригинальная игра, продаётся за бесценок и доступна через Xbox Game Pass, Electronic Arts Play и так далее, везде кроме PlayStation, ведь там нет обратной совместимости с PlayStation 3. Так за что платить эти 60 долларов? Я прошёл ремейк на своей RTX 4090, сравнил её с оригиналом и пришёл к довольно однозначному выводу. Но перед тем, как мы начнём это приключение, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, потому что когда вы делаете это во время просмотра, Ютубу это очень нравится. Не, серьёзно, этот поезд качественного контента на всех парах двигается в сторону 150 тысяч подписчиков, и ему нужно это лайковое топливо. Ну а теперь, поехали. Начнём с того, что, понимаете, в наше время такие понятия как ремейк и ремастер очень сильно перемешались. Вот Metal Gear Solid HD Collection, это ремастер тех же игр, но в высоком разрешении, всё в принципе понятно. А Resident Evil 2 это ремейк, который даёт нам совершенно новую игру с новым геймплеем и расширением сюжета. А вот Last of Us Part 1, это что вообще? Геймплей всё тот же, катсцены те же самые, локации никак не изменились, то есть это ремастер, да? Ну вроде как графика была кардинально изменена, motion capture значительно лучше, да и цена 70 долларов как за новую полноценную игру, то есть это ремейк, да? И вот в таком климате, когда уникальных идей становится всё меньше, а разработчики всё больше смотрят в сторону ремейков, которые по сути являются ремастерами, выдаваемыми за ремейки, чтобы было дешевле производить, выходит Dead Space Remake. И всё было настроено против него изначально. Ужасный издатель, который ранее погубил всю серию, а заодно ещё и устранил студию разработчика. Разработкой ремейка занималась небольшая команда новичков из A-Motive, которые ранее лишь участвовали на вторых ролях в разработке Battlefront 2 и то 6 лет назад. Все геймплейные видео и маркетинг показывают нам тот же самый геймплей, но в новой графической обёртке, которая, по моему личному мнению, выглядит крайне банально. Очередной тёмно-голубой sci-fi без намёка на старую атмосферу, не было видно никаких отличий от оригинала, которые стоили бы 60 долларов. Более того, просачивалась информация и скриншоты с новыми актёрами, разными изменениями, скажем так, под новое время, и всё это разошлось на мемы, из-за чего над ремейком было принято скорее посмеиваться. Одновременно с этим берём фактор выхода за калисту протокол, на который возлагались огромные надежды фанатов Dead Space, и которая выглядела как более привлекательная новая игра в подобном сеттинге. А потом она с треском провалилась из-за перейдутого бюджета, багов на релизе и отсутствия базовых вещей вроде New Game+. Зато купи наш Season Pass на будущий DLC, который расширит сюжет, ведь он такой хороший. И вот на фоне всего этого, тихонько Dead Space Remake добрался до своего релиза. И это была тихая бомба, которая вернула меня во времена, когда игры были хорошими, особенно после моего обзора на Forspoken. Сразу скажу, как можно воспринимать Dead Space Remake. Это не ремейк и не ремастер, а что-то посередине. Фундаментально это буквально та же самая игра со всеми противниками, видами оружия, общей картой местности и сюжетом. После неё можно сразу же запрыгнуть в Dead Space 2, на что намекают и разработчики, ведь Dead Space 2 наравне с остальными бонусами входила в предзаказ делюкс-издания, которое дороже всего лишь на 10 долларов. Dead Space Remake это ультимативная версия первой части и идеально подходит новичкам. Она уважает оригинал и переносит всё лучшее, при этом добавляя кучу изменений и нового контента, который позволяет насладиться ремейком одновременно и фанатам оригинала. Окей, давайте пойдём по нарастающей. Вы сразу же замечаете странное лицо главного героя. Все уже пошутили, что он похож на Адама Сэндлера, и да, придётся привыкать, что Айзек теперь выглядит вот так. Но это тот же самый актёр, который играл Айзека в прошлом. Он вернулся к своей роли, и его лицо взяли за основу для более детального моушн-кепчера. На роль всех остальных персонажей взяли новых актёров, и уровень актёрской игры наравне с анимациями и прочим повысился в разы. Причём каждый диалог переписан, озвучен с нуля и каким-то образом изменён, добавлено кучу новых диалогов и сюжетных обсуждений. Из-за этого несколько по-другому воспринимаются отношения между, допустим, Кендрой и Хаммондом, которые в оригинале просто ненавидели друг друга, а здесь общаются более реалистично. Ну или, например, в отличие от оригинала, последний член экипажа не только стал женщиной, но ещё и не пошёл с нами внутрь корабля, оставший в челноке. Чем же Джонстон занималась, пока мы месили некроморфов на борту и шимуры? Конечно же, она играла в Гранд Мобайл. Гранд Мобайл — это многопользовательская игра для твоего мобильного телефона, в которой можно стать кем угодно, и у тебя это точно получится. Например, мне всегда притягивала роль крутого бандита на новом люксовом внедорожнике, этим я здесь и займусь. А ты можешь выбрать, что тебе угодно по вкусу. И самое главное, что Гранд Мобайл всегда с тобой на твоём телефоне. Присоединяйся и залетай в Гранд Мобайл по ссылке в закреплённом комментарии, по промокоду DEADP получай приятные подарки лично от меня. Игра реально классная, так что присоединяйся ко мне, я играю на втором сервере. А потом корабль взрывается, как и в оригинале, и новый персонаж Джонстон уходит вместе с ним. Причём самое крутое, о чём я узнал уже после прохождения, это то, что можно залететь в обломки корабля и найти там тело Джонстон. Внимание к деталям в ремейке просто зашкаливает. Но главное изменение — это то, что Айзек теперь разговаривает. В некоторых моментах в безопасных локациях он даже снимает шлем, чтобы с кем-то поговорить. Изначально я думал, что это исключительно негативные изменения, ведь так будет намного сложнее ассоциировать себя с персонажем и пропадёт часть атмосферы. Однако это было сделано очень осторожно, и все диалоги были перестроены с учётом озвучки Айзека. Он говорит редко, не слишком много, только по делу, и это служит более комплексному повествованию. Айзек комментирует вещи, которые логично комментирует. Например, его удивляют следы крови в комнате управления ещё до встречи с некроморфами. Он смелый парень и готов на всё, чтобы добраться до своей девушки Николь, но при этом ещё не такой опытный, как в сиквеле. Поэтому можно заметить некоторую неуверенность, которая перерастает в раздражённость и усталость к концу игры, что здорово подчёркивает, какой большой путь он прошёл. Например, найдя комнату с ритуальными символами юнитологов, Айзек рассказывает Кендри про то, что его мать была помешан на религии, и в итоге это закончилось тем, что он осиротел. Такой информации не было в оригинальной игре, её можно было прочитать лишь в архиве на какой-нибудь тематической википедии по Dead Space. Но в самом геймплее Айзек почти не разговаривает, нет никаких кринжовых ванлайнеров или чего-то подобного, что могло бы испортить днетущую атмосферу. Кстати, насчёт атмосферы. Благодаря новым технологиям освещения, Ишимура — это крайне страшное место, особенно поначалу. Если выключается свет, ты реально ничего не видишь без фонарика. Гнетущая музыка и звуковые эффекты, которые иногда издеваются над игроком и всячески держат её в напряжении, здесь стали ещё лучше. Ты слышишь дальние крики, странные звуки в стенах, и никогда не знаешь, чего ожидать. Здесь даже придумали целую систему аналог режиссёра из Left 4 Dead, когда искусственный интеллект случайно может подбросить противников в коридоре, который ты пробегал в полной уверенности, что он безопасен. Зная об этой системе, ты всегда в напряжении. Монстр может выскочить откуда угодно, даже в, казалось бы, безопасной комнате с ресурсами. Хоть Айзека почти не говорит во время геймплея, разработчики добавили такой элемент, как отчётливое сердцебиение, которое обладает не только звуком, но ещё и вибрацией, если вы играете на контроллере. Поэтому, зайдя в тёмный туалет, ты чувствуешь, что Айзеку страшно, когда он смотрит на следы зверстный кроморфа в полутьме. Это небольшая вещь, но связывает тебя с персонажем даже сильнее, чем раньше. И Шимура красива, как никогда. На максимальных настройках каждый коридор или комната выглядит бесподобно. Новые тени и освещение делают своё дело. Но я всё же немножко врублю душнилу, прошу прощения. У оригинала была вот эта красно-коричневая палитра крови и ржавчины. Это сайфай, но корабль был таким же грязным и гниющим, как и противники. Притом у игры был довольно агрессивный мочевой фильтр, который был свойственен проектам конца нулевых. Именно благодаря всем этим элементам был создан уникальный визуальный стиль, который смотрится круто, даже несмотря на устаревшую графику. Современный Шимура тоже грязная, кровавая и заброшенная, но теперь сделан упор скорее в тёмно-голубой, более прилизанный сайфай, который можно найти, например, в Alien Isolation и так далее, что слегка забирает ту самую уникальность. А возможно я просто ностальгирую по былым временам и в принципе считаю, что чем хуже графика, тем более атмосферной и страшной является игра. Но для таких старых душнил, как я, с самого начала можно одеться в тот самый костюм из оригинала. Не, серьёзно, это буквально костюм, выдранный с Xbox 360, даже текстуры такие же мыльные, но сама возможность есть. То же самое касается многих противников. Не поймите меня неправильно, они выглядят намного более реалистично и всё ещё устрашают. Им добавили целую новую модель повреждений, которые, кстати, довольно сильно хвастались разработчики. Сначала ты сбиваешь плоть, но остаются кости, и некроморф продолжает подбираться к тебе. Дробовик и вовсе снимает всю плоть и ослабляет конечности, чтобы потом просто ваншотнуть их с плазменного резака. Это не особо влияет на геймплей, но ты видишь больше импакта на противниках. И враги теперь носят одежду персонала корабля. Но во всех этих деталях теряется тот самый низкополигональный узнаваемый дизайн гниющих голых некроморфов с их демонически пустым взглядом. Было в них нечто особенное. Их дизайн сразу же врезался в память. Это форма головы, этот силуэт с клешнями. Теперь же из-за одежды и общего редизайна они выглядят ближе к обычным зомби. К тому же различные эффекты освещения и тумана не позволяют так уж детально рассмотреть их новый облик. Но если опустить эти стариковские душные мелочи, то была проделана колоссальная работа над окружением, врагами и атмосферой. Мне не в шутку было страшно первые несколько часов, хоть я и знал с чем столкнусь. Поэтому я реально завидую людям, которые отправляются на Ишимуру впервые. Поверьте мне, вам будет страшно. Лор оригинального Дэдспейса был крайне хорош, но требовал от игрока посмотреть фильм приквел, пройти игру приквел на Nintendo Wii и прочитать комиксы. Я обожаю лор Дэдспейса, но он по большей части существовал вне оригинальной игры, как допустим предыстория Айзека. И видно, что разработчики ремейка такие же фанаты лора, как и я. Некоторые аудиодневники стали полноценными голограммами. Куча новых аудио и текстовых дневников, которые соответствуют визуальному сторителлингу, где ты понимаешь откуда здесь этот конкретный труп и каким образом этот чувак встретил свою судьбу. Капитану корабля наконец-то пробили глаз, чтобы сделать модель соответствующую тому, как он умер. В игре появились полноценные многоступенчатые сайдквесты, через которые мы узнаем, чем допустим занималась Николь во время эпидемии, и как доктор Мерсер создал свой магнум опус. Вообще роль Мерсера была значительно расширена, что весьма приятно, ведь в оригинале его было так мало, что я забыл, кто он вообще такой, что он был в этой игре. Также было добавлено много отсылок на лор, который появится только во второй и третьей части, но не был придуман во времена первой. Это позволяет трилогии ощущаться как более цельный набор произведений. Каждый персонаж лучше раскрывается, особенно это касается истории Хаммонда, который в оригинале почти ничего и не делал. Даже солдат Чен, погибающий в самом начале, тесно переплетен с остальным сюжетом. Появляются новые персонажи, например, девушка-ученая, застрявшая в отсеке с теплицами и помогающая Айзеку советами. В оригинале это был просто аудиодневник, а тут целый новый персонаж. А то, что разработчики сделали в конце с финальным поворотом сюжета, это удивительно логично и неожиданно даже для ветерана оригинала. Окей, в этом сегменте я расскажу про сюжетные изменения, и тут будет очень много спойлеров, так что если вам не хочется слышать об этом, то просто перейдите к следующему сегменту на таймлайне или по таймингам в описании. Во-первых, различия начинаются уже в самом начале. Тот самый Чен впоследствии преследует Хамонда, и Хамонд отправляет его в космос на спасательной шлюпке. Именно эту шлюпку подбирает штурмовой корабль, и Чен начинает на нем эпидемию. Кстати, это шлюпка под названием 47, а... мемы, да. Хамонд постепенно сходит с ума и начинает верить, что его старый друг из сослуживед Чен жив и с ним разговаривает. В итоге Хамонд заперт с Ченом, не будучи способным стрелять в старого товарища, но жертвует собой и умирает вместе с ним. Это значительно отличается от оригинала, где Хамонд отлетел от обычного громилы. Айзек может начать две линии сайдквестов, которые рассказывают историю Николь и доктора Мерсера. Николь пыталась понять, как справиться с инфекцией, и бегала по кораблю, исследуя убитых некроморфов. В это время Мерсер промывал мозги шахтеру с планеты, постепенно превращая его в того самого неубиваемого монстра. В конечном итоге обе сюжетные линии сталкиваются в каюте Мерсера, где Николь пытается найти его исследования, чтобы подкрепить свои. Заходят Мерсера и отбирают у неё её исследования, после чего говорит, что они очень помогут завершить его проект монстра. То есть Николь, сама того не зная, поспособствовала созданию этой доставучей мразоты. Но в процессе из глюцинаца Айзека мы узнаём, что отношения с Николь не были уж слишком радужными. Мы видим диалог, где он сообщает ей о том, что его мать убила отца, затем и сама отошла в мир иной. И он обвиняет Николь, которая была лечащим врачом его матери и сознательно отпустила её домой из больницы, считая, что ей стало лучше. Айзек говорит, что она, по сути, и убила их обоих, после чего Николь злится и обрывает связь. Мы видим убитого горем и сожалеющего об этом разговоре Айзека, который остался совсем один. В пищевом отсеке мы встречаем некую девушку-учёного, которая помогает нам избавиться от загрязнителей воздуха. По окончании задания она говорит, что хочет найти некого Джейкоба, своего брата, он последний, кто у неё остался. Мы видим голограмму Джейкоба в шахтёрском отсеке и впоследствии встречаем его вместе с Мёрсером. Он ранит доктора из дробовика, но доктор успевает заключить его в стазис и убивает. Следующее отличие очень интересное. Мы, как обычно, встречаем Николь и отправляемся на планету. Она говорит странные вещи, типа сделано с Единым и прочее, ну, в общем, всё как обычно. Как вы помните, Николь уже мертва, и это лишь галлюцинация, но в этот раз Айзек свободно с ней общается. Когда Монолит помещён на пьедестал, Кендра берёт Николь в заложники и наставляет на неё пистолет. И вы, должно быть, удивлены этим так же, как и я, ведь Николь не существует. Как можно взять её в заложники? Кендра, как обычно, подрубает Айзеку ту самую запись, где Николь умирает, и после её просмотра мы видим правду. Это была не Николь, но всё ещё живой человек, та самая учёная из пищевого отсека. Монолит промыл мозги вам обоим. Пока мы видели в ней Николь, она видела в нас своего умершего брата Джейкоба. Всё это было нужно, чтобы вернуть Монолит на пьедестал. Я был достаточно сильно удивлён этим поворотом. Да, он не особо меняет историю, но очень органично в неё вписан и крайне круто исполнен. Как вы видите, персонажи в этой истории, как старые, так и новые, задействованы куда лучше, и пройти ремейк стоит хотя бы ради этого. Но ладно, спойлерный сегмент закончен. Помимо того, что мы лучше понимаем, что произошло на Ишумуре, сам корабль был значительно расширен. Если раньше это был набор отсеков, связанный с системой метро с загрузкой локацией, то теперь вся Ишумура — это единый организм. Больше никаких загрузок. Каждый отсек соединён с другими и можно пройти пешком куда угодно. Это логично и просто работает. Даже те локации, которые знакомы вам, были изменены и расширены с новыми комнатами, проходами и интересными деталями. Благодаря этому Dead Space стал полноценной метроид ваней. Этому способствует и новая система уровней доступа. Постепенно по ходу сюжета вы будете встречать закрытые комнаты с цифрами. Ранее такие комнаты можно было открывать, пожертвовав модулем, которые нужны для прокачки оружия и костюма. Из этого следовало, что вы всегда должны были иметь при себе такой модуль, который боялись потратить на прокачку оружия, ведь может встретиться интересная комната. Теперь в некоторых моментах сюжета вы разблокируете новые уровни доступа, и это позволяет открыть ранее недоступные ящики и комнаты, что мотивирует возвращаться в старые локации и смотреть, что вы там могли пропустить. Да, вы не ослышались, те ящики с желтой подсветкой, которые ранее были закрыты, теперь можно открыть, и моя жизнь больше никогда не будет прежней. Это очень странно, но полезно для общей структуры игры. По ходу сюжета вы будете возвращаться в посещенные ранее места с новым уровнем доступа, и наличие таких закрытых комнат позволяет игре быть более сбалансированной. Ведь хоть вы и прочесали локацию в начале игры, теперь вам доступны ранее закрытые ящики и комнаты, где можно восполнить патроны и аптечки. Но самое лучшее изменение касается оружия и способа его получения. В первой части, в первом же магазине, вам доступны все пушки, которые есть в игре. То есть, чтобы понять, нужно тебе это оружие или нет, ты должен был его сначала купить. Из-за этой широты страшного выбора, многие люди просто пробегали игру с плазменным резаком, прокачивая только его. Теперь же вы постоянно находите оружие по ходу исследования корабля, причём в местах, где его более логично использовать. Например, тот же огнемёт вы находите в локации, где полно толстяков с мелкими монстрами в желудке. У каждого оружия есть своя анимация и своя музыка, когда ты его находишь. Это довольно приятно. Но самое крутое, это то, что благодаря такой системе я регулярно пользовался разными видами оружия, которые банально пропускал в оригинале. Само оружие изменилось довольно минимально, разве что штурмовая винтовка получила подствольный гранатомёт вместо той странной мельницы, которая была в оригинале. Но не буду скрывать, что игра стала более экшоновой и доступной для обычного игрока. Проходя на харде, я редко встречался с откровенно безвыходными ситуациями. Патроны заканчивались лишь изредка, и то только потому, что они падали для оружия, которым я не пользовался, но зачем-то держал в инвентаре, потому что Dead Space так устроен. Я даже почти не покупал аптечки, ведь они падают с врагов в больших количествах. Айзек чувствуется более шустрым, лёгким, и почти не осталось той танковости из 2008 года. Даже враги как будто не настолько агрессивны, как раньше. Я умер меньше десяти раз за всё прохождение, и то только потому, что пару раз не увидел панель для восполнения кислорода. Чекпоинты стали намного более дружелюбными, респаунят вас прямо перед комнатой, где вы умерли. Эээ, да, кстати, вы уже об этом слышали, больше никаких прыжков невесомости. Вы можете свободно перемещаться в пространстве, на чём построены некоторые новые головоломки и даже целые боссы. И битвы с этими боссами благодаря этому становятся намного более эпичными и комплексными. Я понимаю, что вся игра была адаптирована для игроков именно нового поколения, поэтому она стала попроще и более прилизанной, но если вы действительно хотите хоть какого-то челленджа, то выбирайте хард или выше. Ориентированность на более современную аудиторию видна не только в наличии гендерно-нелитеральных туалетов, о которых все говорят, но ещё и в том, что здесь стало намного больше катсцен, хотя в оригинале их было где-то 2-3 с огромными промежутками. Это делает игру более кинематографичной, и они все выполнены весьма неплохо, никак не портя игру, а скорее показывая, как изменился гейминг за эти 15 лет. В отличие от Calista Protocol мы получили полноценную игру с New Game Plus, и New Game Plus здесь не просто ради красоты. Вы получаете новый уровень доступа, позволяющий открывать самые секретные двери, новую броню, возможность более широких апгрейдов и, самое главное, новые сайт-квесты, которые приведут вас к уникальной новой концовке. Я не знаю, является ли эта концовка новым каноном или чем-то подобным, но мне просто интересно, будет ли у неё продолжение. В каждом элементе этого ремейка чувствуется глубокая любовь к той самой особенной игре с 2008 года. Везде видно понимание того, что делает игру особенной, и новые элементы сюжета, лора, геймплей и окружения добавлены с большой осторожностью, чтобы никак не повредить основу. Это как та самая сцена из Рататую, где, попробовав блюдо, ты возвращаешься в прошлое и вспоминаешь своё детство. Куст тот же самый, но свежий, профессионально воссозданный, даже в чём-то дополненный. Здесь нет ничего лишнего, и всё это справляется с целью одновременно завоевать новую аудиторию, тех, кто, возможно, родился одновременно или даже позже 2008 года, и также порадовать фанатов новым контентом и значительной переработкой старого. И с обеими целями EA Motives справилась на отлично. Если вы любите Dead Space, или просто ищите survival horror, чтобы отмыть рот от неприятного послевкусия Каллиста протокол перед выходом Resident Evil 4 ремейк, то без всяких приукрас я жёстко рекомендую вам этот новый Dead Space. Эта игра полностью заслуживает цену в 60 долларов, особенно если вы новичок. Такие игры приятно поддержать деньгами. Но в любом случае, огромное спасибо за просмотр, если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Залетайте в группу ВКонтакте, Дискорд и Телеграм по ссылкам в описании. Огромное спасибо за поддержку топ-донатера месяца. И также немалое спасибо подписчикам на бусте уровня ультра-мега-хорош. Ну а на этом всё, дорогие друзья, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok